Ну что, очередные у нас будут попытки вырваться из матрицы, да? Давайте начнём с прояснения, что есть оно, что есть эта матрица, что это такое. Давайте, пишите, у кого какая матрица сейчас. Давайте исследовать ваши матрицы. Что вы считаете этим? Ну, матрица. Кто, что вкладывает в это, непонятно вообще. У каждого свои идеи на этот счёт. В чём ваша матричность? Вы сейчас живёте, ваша жизнь идёт, как идёт. Где там матрица-то? Нелюбимая работа. Про транс понимаем. Не, не понимаешь. Понимание транса означает выход из него, понимаешь? Такая фигня. Как только ты понимаешь, что ты в трансе, всё, это момент, когда ты выходишь из него. Поэтому ты просто осведомлена или там осведомлён, я не вижу кто-то, по поводу того, что ой, есть какой-то транс, мы в трансе. Это ещё не понимание, не, не, не. Это просто информированность, установки в голове, что значит транс. Транс – это значит, ты не совсем здесь находишься, системы взглядов, понимания эмоциональных. Что-то там, ты с кем, вообще непонятно. Ну что, ещё какие-то версии? Что есть матрица? Что такое матрица? Матрица. Что это такое? Ну давайте посмотрим на само слово-то с вами. Матрица. Что означает матрица? Вот давайте переводить его. Толковое значение. Матрица – это что? Матрица. Программы установки. Шаблон, замедление, повторяющиеся действия. Матка даже. Женщина написала матка. У кого что? Структура. Точно. Отличное слово «структура». Спасибо тебе. Это просто великолепное слово. Ваша жизнь слишком стала структурированной. Понимаете? То есть жизнь обрела слишком жёсткую структуру. То есть ваша внешняя реальность стала слишком структурированной. Слишком, ну вот как бы жёсткой такой, да? И что с вами случается в такой момент, когда ваша структура жизни становится слишком жёсткой? Что происходит с людьми в этом? Когда слишком всё жёстко становится. Появляются жёсткие рамки и жёсткие ограничения. Что с вами происходит в этот момент? Вы же начинаете задыхаться в этом потихонечку, да? Начинает вас давить это. То есть эта жёсткая структура начинает вас утомлять, давить. Вы чувствуете что-то, какой-то стресс, да? Что-то вот не то. Знаете, это когда совершаешь какие-то действия, которые ты не хочешь совершать. Ты начинаешь ощущать эту матричность. Маятники по Зеланду. Да нет, никаких маятников здесь нету. Так, сейчас один момент. Ой, достану телефон и выключу. Забыл выключить. Структура – это жёсткая запрограммированность вашей жизни. Слишком жёстко всё стало. Слишком всё сложилось жёстко. Какой выход из матрицы, да? Какой выход из матрицы? Вот вы живёте, у вас слишком всё стало запрограммировано. Слишком жёстко. Да? Какой выход из этой жёсткости? Что нужно сделать, чтобы этой жёсткости было меньше? Транспонирование. Я такого слова даже не знаю. Даже не знаю, что это. Уехать на Гоа. Ну, как вариант. Уехать на Гоа. Как вариант. Расслабиться. Гоа. Ещё какие варианты. Перестать ей подчиняться. Кому ей? Матрице? Так она же не где-то. Ты пойми. Транспонирование матрицы. Не знаю, что это такое. Матрица – это привычность внутри тебя, которая выражена в привычности вокруг тебя. Понимаешь? То есть, вокруг-то нет привычности. Вокруг просто какие-то обстоятельства, да? Вот смотри. Ты, например, идёшь из точки А в точку Б. Определённым маршрутом. И ты всё время ходишь вот этим маршрутом. Например, часто бывает в одну точку Б у тебя один маршрут, а когда ты возвращаешься, он может быть чуть-чуть другой. И ты вот всё время ходишь, ходишь. Туда-сюда. Туда-сюда. У тебя формируется колея, да? То есть, привычная колея. Привычный маршрут. Этот маршрут, он в реальности находится? Или ты привычно просто его выбираешь, как-то опознаёшь и двигаешься туда-сюда? То есть, в реальности-то там просто пространство какие-то, дома, наверное, да? Или какая-то местность. Но ты выбираешь какой-то определённый маршрут. Где он находится, этот маршрут? Он в реальности находится или он у тебя в голове находится? Вот этот привычный матричный маршрут, колея, это где находится? Она находится в реальности или она находится у тебя в голове? Кто за тебя выбирает этот маршрут? Это кто-то? Кто-то тебе навязывает этот маршрут? Ну да, кто-то может дорожки проложить, но это ещё ни о чём не говорит. В городе ты можешь любыми дорожками ходить. И так, и сяк, и туда, и сюда. Везде дорожки какие-то, маршруты разные могут быть. Понимаешь, но ты выбираешь всё время один и тот же маршрут. И ты вот каждый день ходишь по нему туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. У тебя что появляется? У тебя появляется транс. Понимаешь, что ты уже неинтересна, уже всё знаешь. Вот твой транс появляется. Ты уже столько раз ходила туда-сюда, что у тебя уже всё известно. В принципе-то неинтересно уже ходить. Вот твоя матрица. Понимаешь, это твой выбор. Это твоя привычка, твоя колея. Всё. Так, ещё раз напишешь смайлик просто в бан. Пиши по существу. Да, автоматизм. Точно. Отличное слово. Автоматизм. Кто эти автоматизмы за тебя изменит? Они же внутри тебя, они в твоём уме. В твоём телоуме, да, формируются какие-то автоматизмы, программы. Вот они там накапливаются, накапливаются. Их всё больше, больше, больше. Вот эти колечки, да, эти контура, как у нас это называется, да, контура накапливаются. И чё? И вот ты живёшь, у тебя уже куча этих контуров в разных сферах жизни. Накопилось. Чё-то жизнь какая-то не очень весёлая, не очень наполненная, не очень радостная. Чё-то какая-то матрица, да, вот ощущение матрицы какой-то возникло. Какая-то трансовость жизни, да, день сурка появился у нас. Да, всё привычно, всё однообразно. И чё? И чё? И кто это будет вообще исправлять? Кто? Кто должен прийти и исправить это? Ну так ты. Ну и всё, понимаешь? Вот тебе твой выход из матрицы. Выход из матрицы – это ломание контуров. Ломание. Ломание привычек. Потихонечку ты начинаешь вносить разнообразие в свою жизнь. Начинаешь маршруты менять, да. Начинаешь экспериментировать потихонечку. А когда ты начнёшь это делать? Ты когда начнёшь это делать? Когда ты начнёшь замечать эту матрицу? Понимаешь, проблема матрицы в том, что большинство людей её не видят. То есть это вот как бы такой фокус. Это такой вот секрет матрицы. Она незаметна для тебя. Типа вот как-то что-то не то, а что не то ты не видишь. Понимаешь? Вот тебе нужно это для начала заметить. Заметить. Ну заметить, где у тебя транс. Понимаешь? Вот где у тебя какая-то однообразность. Однообразность началась в жизни. Вот одно и то же и не радует тебя это. Где-то прекратились новые опыты и где-то прекратились изменения. Где-то твоя жизненная энергия не может двигаться спонтанно. То есть потерялась свобода где-то. Понимаешь? То есть где-то потерялась свобода. Но ты же её сам потерял. Понимаешь? То есть ты сам отдаёшь. То есть ты этим программам отдаёшь власть над собой. Они там может быть в какой-то период удобны. Но если ты неосознанно живёшь и ты всё им отдаёшь, отдаёшь, отдаёшь. Они берут, берут, берут. И потом начинают управлять твоей жизнью. Вот. И ну кто тебе вернёт твою свободу над самим собой? Да, путешествия помогают, как вариант. Телевизор, да, он очень сильно зомбирует, программирует. Но опять же, я могу смотреть без проблем телевизор. Я просто всё это распознаю. Вот и всё. Я распознаю. Когда начинается реклама, я переключаю. Я не смотрю какие-то неинтересные вещи. Да, если я уже и смотрю телевизор. Хотя это редко происходит. Но иногда бывает. То есть, понимаете, в определённый момент у вас появляется способность и ясность осознания в плане того, как работает ум. Как работает ум. Что такое привычки? Что такое вера? Что такое вот эти все механизмы памяти и представления? Это в какой-то момент начинает быть очевидным. И вы начинаете легко распознавать. Прямо сейчас вот, если вы начинаете представлять, вы видите, что вы представляете. Вы осознаёте это. Если вы начинаете вспоминать, вы можете видеть, ну и сейчас вспоминаете. Разница между тем человеком, которого называют бессознательный и сознательный, она очень простая. То есть, один понимает и видит прямо сейчас, что происходит в его внутреннем пространстве. А другой не понимает. Он полностью погружён. И он как бы просто, ну как-то сказать, спит в этом. То есть, он не осознаёт, что происходит. Он всё время думает, он всё время что-то там помнит, представляет и в этом живёт. И в этот самый момент он просто не одупляется, что происходит. Поэтому он как бы всё время погружён вот в эту субъективную реальность, да, и оторван от реальности, объективной. От объективной реально надоел скучный. Ну уходи, давай, до свидания. Видите, скучно. Вот человеку скучно как бы. Ну что подделать? Ну, скучно ему слушать про пробуждение, про свободу, про осознанность. А писать вот всякую хуйню не скучно. Ладно, пусть уходит. В общем, понимаете, да, что можете осознавать, а можете не осознавать. И вот в этом разница. Между свободным человеком и несвободным. То есть, все свободны, потенциально все свободны. Но свобода выбора, вот эта свобода выбора, она появляется как раз в тот момент, когда вы начинаете понимать эти все механизмы. Как эта матрица работает? Что такое привычка, да? Что такое будущее вашей визуализации? Что такое прошлое? Когда вы начинаете просто видеть, что происходит. А когда оно всё на автомате, эмоции какие-то на автомате, всё, ну, конечно, да, создаётся такое ощущение, что вы как бы полное следствие от всего этого. и не можете ничего сделать. Ну, вы можете сделать. Вы из этого автоматизма, вы же в него зашли как-то. В детстве вы не были на этом автомате. И вы как-то туда зашли. Раз вы туда могли зайти, значит, вы можете постепенно и выйти оттуда. Но выход заключается в том, что вы понимаете, что происходит. Что ваша матричная жизнь, да, то, что вы называете матрицей, это просто объективное отражение вашей субъективной бессознательной часто реальности. Да, вот во внутреннем мире есть какие-то привычные процессы, да, вот как вы думаете, как вы действуете обычно, да. Вот эти колечки, они все внутренние. И, конечно, почему вот многие люди живут в этих колечках, да, вот в этих представлениях, в этой памяти. Оно так уже сложилось, понимаете. Оно сложилось, оно комфортно. Оно автоматически действует. И этот механизм разложить – это дискомфорт. Это же надо выходить, и вот это вот, это все со скрипом, понимаете. То есть выход в свободу – это выход со скрипом, с болью, с какими-то преодолениями вот этих механизмов. То есть эти механизмы нужно ломать. У вас есть такая способность. То есть вот привычка, она ломается. Но не надо жестко, резко как бы, можно постепенно это трансформировать. Вот. И для того, чтобы это сделать, в первую очередь нужно понять. Понять, что происходит в жизни, и почему ваша жизнь такая, какая она есть. Это отражение просто вашей субъективной, внутренней, умственной реальности. Ваши убеждения, ваши ценности, ваши привычки, ваши вот эти колечки все, да. И много-много вещей, которые просто внутри вас. Вот. И как только вы начинаете это все лучше и лучше понимать, осознавать и менять, все, вы внутри начали менять, и оно сразу же, ну буквально сразу начинает меняться во внешней реальности. Ты веришь в НЛО? Еще один такой вопрос и бан. Мы не об этом разговариваем. Проще же верить в НЛО, да, чувак, чем заниматься своей жизнью, что-то там менять к лучшему. А что такого? Вот в том-то и дело. А что такого? Ну, есть эти НЛО или нету их, и что как-то влияет на тебя, на твою жизнь? Что делать с завистливыми людьми? Ничего не делать, оставить их в покое, пусть завидуют. Жить своей жизнью, жить, как тебе искренне хотелось бы жить, развивать свои способности, становиться более осознанным, выходить из своей матричности, и двигаться именно так, как ты чувствуешь правильно для себя. Вот как ты это чувствуешь? Что делает тебя счастливой? Что делает тебя счастливой? Вот исследовать свое пространство счастья. Так, у нас опять тут боты какие-то появились. Проснулся в обществе спящих, что делать? Ну, в обществе спящих искать пробужденных тебе надо. Ну, и помогать другим пробуждаться. Когда ты начнешь сам пробуждаться, ты вдруг обнаружишь, что другим людям ты будешь интересен. Некоторым другим людям ты будешь интересен. Ну, вот так вот. Что вам еще рассказать? Матрица внутри вас, она не снаружи, она запрограммирована у вас в уме. Это ваши мысли, ваши привычки, ваши воображалки, память. И вам постепенно, если вы хотите выйти, да, выход, заключается в том, что вы начинаете это депрограммировать, осознавать, менять эти вещи внутри себя, ломать контура и привычки. Как понять, что вышел из нее, из чего? Из матрицы? Я же много раз говорил тебе, Люба, уровень счастья, уровень свобод, высокая причинность над своим умом, над своей внутренней вселенной, умственной. Нео не разбудит. У кого поучиться открытию своего бизнеса, где искать пробужденных, в каких местах? Так что, Курил, давай, до свидания. В кармане пусто денег, нет, но вы держитесь, как избавиться в зависимости от денег. Хороший вопрос, как избавиться от зависимости от денег? Начать их зарабатывать в том, что ты любишь, столько, чтобы тебе это больше, ну, вообще, этот вопрос тебя не волновал. Начать зарабатывать их. Проблема с деньгами, это проблема, как создать ценность в том, что ты любишь, как организовать процесс, да, можно звонить в скайп, когда, ну, там, потом, после трансляции, например, поговорим. То есть, проблема, проблемы заработка денег нет, ты пойми, что есть множество людей, которые готовы платить деньги. Просто ты очень часто не понимаешь, что ты любишь, да, что бы ты хотел делать для людей, что тебе интересно, где тебе интересно развиваться, где ты способен понемножечку приносить ценность, да, как организовать твою эту деятельность так, чтобы ты был свободен, чтобы у тебя было достаточно много свободного времени, чтобы тебе гармонично было. Я по профессии, я по профессии проктолог, мозгопроктолог. Мы уже со всеми договорились, у меня вот такая профессия. Вот в этом вопрос, что денег нет на покупки. Ты меня не слышишь, похоже, да, ты спишь. Я тебе еще раз говорю, что деньги зарабатываются. Я понимаю, сейчас у тебя нет денег, но ты живешь, и ты ничего не меняешь, не пробуешь, у тебя нет эксперимента в жизни, ты не развиваешься, и поэтому у тебя нет денег. Понимаешь, живешь в своей матрице, не делаешь шаги в сторону туда, где у тебя могли бы появиться деньги. Что делать с ленью? Ничего с ней не делать. Если тебе нормально с ней, будь там, ленись. Если уже не нормально, начинай что-то делать. У тебя обычно лень, это, знаешь, это усталость от твоей жизни не по душе, от того, что ты постоянно занимаешься тем, что ты не любишь, ну и поэтому энергии нет. Понимаешь, жить, жить и делать то, что ты ненавидишь, это просто изматывает страшно. Общаться с людьми, которые тебя не любят, не ценят. Все время вот в этом проводить. А если деньги уже есть, все есть, а чего-то не хватает, чего тебе не хватает? чего не хватает? Изучи это, рассмотри, что там тебе не хватает? Чего-то тебе не хватает. Ты говоришь даже, да, чего-то не хватает. Ты просто не осознаешь. Понимаешь, ты не осознаешь, что тебе не хватает. Сам не знаю, с ума схожу. Живешь не своей жизнью обычно. Живешь не ту жизнь, которую любишь. Не хватает изменений. Чего людям не хватает? Людям не хватает приключения, наполненности, творчества, изменений, радостных каких-то контактов, взаимопонимания, вот этого обычно людям не хватает. А почему им этого не хватает? Потому что они все это не ценят. Они это не ценят, ценят что-то другое. Например, деньги ценят. И зарабатывают их там, где не любят, там, где не радуются. морально устаешь? Морально устаешь? От чего? Напиши, от чего ты устаешь морально? От чего? Что тебя изматывает? Дорогой мой или дорогая, что тебя изматывает? Я сейчас закрываю бизнес. Знаешь, что меня изматывало в бизнесе? В моем бизнесе я практически все делегировал, все автоматизировал и им не занимался практически. Вроде бы, ну что тебе надо, да? У тебя все работает, деньги идут, что тебе еще надо? Но я к нему остыл. То есть, вся эта тема, она исчерпалась, перестала быть интересной. Она не воодушевляла. Да, рутина. Вот правильно ты пишешь. Рутина и какая-то жизнь рутинная, да? И потом я понял просто, что ну, надо все это отпускать. Понимаешь? Надо все это отпускать. Поэтому я закрываю бизнес сейчас свой. То есть, нужно впустить свежий воздух. Все застоялось, все стало привычным, да? Начало вонять уже. Поэтому что нужно? Надо открыть окно и впустить свежий воздух. Для этого нужно всю эту вонь из своей жизни удалить. Нет, тебе не убежать надо. Понимаешь, проблема в чем? Ты хочешь сейчас убежать от своей жизни. Например, в Таиланд. Ничего не поменяв по сути. А я обращаю твое внимание. Посмотри по сути, в чем ты находишься. Тебе нужно изменить это? Смотри, в чем ты находишься, от чего ты устал, что это за рутина, и почему ты ее не меняешь? Вот это главный вопрос. Вот и ответ. Как заработать, если нет идеи? А кто тебе сказал, что заработок связан с идеями? Ты откуда вообще это взял? Где, какая связь вообще с заработок и идеей? Вообще никакой связи нет. Тебе не надо искать никакую идею. Тебе не надо искать идею, тебе надо найти то, что ты любишь делать. Это не идея. Любовь это не идея. Любовь это процесс и твое чувство к процессу. Понимаешь? Тебе не город надо сменить. Тебе надо программное обеспечение сменить. Понимаешь? И возможно тебе нужно поменять что-то в ближнем окружении. Опять губки пошли. До свидания. Да, надо софт обновлять. Понимаешь? Не вокруг что-то. В первую очередь в голове изменить. Потом оно начнёт меняться вокруг. А все же хотят ничего не менять. Вот история классическая какая. Они не смотрят под нос себе. Под ноги не смотрят. Они смотрят вдаль. Куда-то вдаль. И вот получается надо куда-то убежать. Куда-то вдаль убежать. От того, что у тебя под носом. А я тебе говорю посмотри у тебя под носом что? Клубы ночные помогают иногда. Да, печалька. Вот пример сонливого человека. Говоришь ему, обращаешь внимание, а у него внимание соскальзывает. Понимаете? Вот признак. я ему обращаю его внимание на то, в чём он сейчас находится. А он ночные клубы, Таиланд, поменять город, да? То есть куда-то подальше всё отодвигает. Не хочет смотреть сюда прямо. Понимаете? Ну вот я тебе и говорю. Посмотри на свою жизнь. Ты в чём живёшь? С кем ты живёшь? В чём ты живёшь? Чем ты занимаешься? Ты чё там? Тебя это не напрягает вся байда, в которой ты находишься? Семья. И как у тебя в семье? Царит ли в твоей семье гармония, любовь, взаимопонимание, радость? По идее рад. По идее рад. Это классный оборот. Ребят, запомните. По идее рад. Надо его записать где-то. Ты рад или ты по идее рад? Или ты думаешь, что ты рад? Радость это эмоция, это чувство. или ты рад по-настоящему, или ты по идее рад? Ты подумай, брат, ты по идее рад или на самом деле рад? Рад очень искренне. Так, в чём, что тебя не устраивает в твоей жизни? Напиши, что тебя здесь и сейчас не устраивает? Не потом куда там убежать, а что тебя прямо сейчас не устраивает? Братан, давай, пиши, честно, что тебя прямо сейчас в твоей жизни не устраивает? Правду, давай правду. Вываливай правду. зона хронического напряжения какая твоя? Кто тебе мозг выносит постоянно? Что тебе постоянно выносит мозг? Прошлое. Где это прошлое? Прошлого нет. Где оно? Его нет. Прошлое это твоя память просто. Ты прямо сейчас смотри, что в чём проблема у тебя? Как бросить пить? А ты почему пьёшь? Как это начинается? не ну что значит не пить? Обычно он пить начинает потому что что-то не то. То есть под этим лежит какая-то история. Тебе весело. Правильно. потому что тебе без бухла грустно. Понимаешь? Тебе в жизни без бухла грустно. Вот почему тебе грустно? Почему тебе грустно? Мы нагоняем целую хату женщины веселимся. Отлично. А для этого что? Бухать надо? Брат который пьет ты от чего бежишь? Ты вот в это убегаешь от чего? От чего бежишь? От кого от чего? Посмотри туда в свое бухание в свои эти групповухи от чего ты убегаешь? Вот посмотри от чего ты убегаешь и поменяй это. Вот когда ты уберешь это из своей жизни что тебя напрягает хронически то тебе не надо будет бухать и устраивать эти оргии. ну что есть вопросы какие-то еще что-то непонятно? не я я твой трансляции не буду смотреть извини брат потому что ты пишешь ты мне не интересен вообще 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 даже рядом мы мы здесь вообще о другом говорим мы здесь вообще вообще о другом понимаешь мы говорим о том как жить по душе как жить искренне творчески свободно здесь и сейчас как быть счастливым сейчас без всякого бухла без всякого изврата понимаешь как заниматься тем что любишь зарабатывать на этом деньги как жить свободно как не попадать в какие-то ловушки понимаешь так сейчас мы уберем потому что он невменяемый какой-то так что мы совершенно на другие темы разговариваем вот а когда люди нецелевые приходят вот такое получается такие вопросы лишь бы спросить что-то лишь бы они так развлекаются на поверхности ходят лишь бы что написать вот этот транс кто-то там спрашивал что такое транс человек не способен открыть глаза на свой настоящий момент он не видит настоящий он не видит он бежит постоянный побег от своего настоящего от своей реальной ситуации куда-то бежит в алкоголь в наркотики в цели в мечты в какую-то работу надо куда-то убежать вот здесь нельзя находиться просто быть в том что сейчас происходит находиться нельзя нужно срочно куда-то бежать отсюда потому что слишком плохо все вот уже накопилось столько этого и получается как бы просто открыть глаза и рассмотреть страшно как энергию пополнить не терять ее ты ее где-то теряешь просто постоянно поэтому она не восполняется живешь негармонично понимаешь живешь сливаешь постоянно свою энергию не высыпаешься жрешь нездоровую пищу общаешься с людьми которые тебя изматывают которые тебя подавляют занимаешься тем что не любишь это пипец это изматывать страшно поэтому где тебе взять убери из своей жизни все это дерьмо сделай нажми там кнопку дел понимаешь и все и ты станешь вдруг наполненный опять я тебе даю вот хороший совет посмотри где ты просираешь свою жизнь непонятно на что и свою энергию сливаешь непонятно на что что тебя счастливым не делает никакой ценности не приносит ни тебе ни другим людям по-настоящему где у тебя нет творческого процесса в жизни где ты просто делаешь вид что живешь притворяешься готовишься к чему поищи я не знаю бумажечку положи возьми ручечку начни выписывать возьми там сферы жизни все это просмотри как бы приди каким-то выводом что тебе по душе что не по душе люди не могут в тишине посидеть даже ну конечно они бегут от себя не бегут от того что происходит здесь сейчас куда-то надо отвлечься надо обязательно отвлечься потому что если я не отвлекусь все начинает наваливаться и вот эта вся матрица начинает наваливаться и от нее надо же все время убегать куда-то что проще рост рост по-разному происходит через осознание через понимание кто-то книжку прочитал до него дошло кто-то пришел на мою перископ трансляцию до него дошло а кому-то надо чтобы его жизнь ударила конкретно помните эту историю буддийскую про наездников и лошадей про лошадей одной лошади надо жестко чтобы ее ударили другой лошади чуть-чуть третьей совсем легонько надо а четвертой лошади достаточно тени кнута понимаете вот люди такие же есть есть люди которые их пока не накроет медным тазом вообще со всех сторон жопа полная они вообще ничего не понимают и не вообще не понимают где они находятся что за что за происходит вокруг как это работает их вообще не интересует то есть они как в танке знаете прут как в танке и там не знаю полный беспредел но у меня тоже такое в жизни было в определенный период а иди-ка ты нахуй из моей перископ перископ трансляции я сегодня злой ну что будем завершать все понятно уже нет я не бываю в зелье если все понятно как ты относишься к сквернословию макс сквернословию сквернословию матюгаюсь иногда и совершенно спокойно отношусь хорошо отношусь это просто слова понимаешь просто слова и все они часто хорошо выражают какие-то эмоции и все слова это слова все никакой эзотерики никакого там супер замороченного смысла относись к словам как просто к звукам какие-то звуки которые на что-то указывают в жизни и выражают какие-то эмоции все вот все просто люди придумали разные слова для того чтобы проявлять разные эмоции и передавать разные смыслы все реакция бам выход из матрицы осознавать сначала тебе надо осознать понимаешь что есть в первую очередь вот выход из матрицы это что в первую очередь тебе нужно обнаружить что такое матрица да что это за структурность мы же сегодня говорили уже об этом что матрица это структура эта структура она в первую очередь находится у тебя в уме да то есть определенная структурность привычность мышления оценки реальности да какие-то приоритеты и вот как 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 ты думаешь понимаешь как ты относишься к жизни у многих людей они просто не осознают они исключительно направлены на внешнюю реальность с интерпретацией автоматической интерпретацией привычной этой реальности и поэтому они как бы что-то пытаются найти во внешнем мире не замечая что у них происходит внутри и вот я обращаю внимание на то что у тебя в голове происходит если ты начинаешь замечать что у тебя с программным обеспечением в башке то ты просто изучая это осознавая постепенно меняя свое мышление ты постепенно увидишь что твоя жизнь исключительно полностью отражает твою вот эту структуру в уме все просто вот все что ты ценишь все что ты не ценишь все что к чему ты привык какие у тебя убеждения как ты думаешь оно исключительно полностью формирует твои решения и действия стоит тебе это осознать и начать менять в голове как оно начинает менять твою жизнь а многие люди что делают у них в голове ничего не меняется они пытаются найти какой-то выход вокруг и часто ну даже не ищут его либо ищут совершенно не там где имеет смысл поэтому первое на что я обращаю внимание это что ты с головой то обрати внимание что ты с головой а ты и есть этот дух святой войны ну это это тоже состояние ума понимаешь это внутренние конфликты например одни верят в одну идею другие верят в другую идею они верят по-разному и из-за этого у них возникают конфликты они не понимают что это просто идеи один там в ислам верит другой в христианство это просто набор идей у этого одни представления о боге и о жизни у тех немножко другие представления о боге и жизни они как-то смотрят друг на друга типа какие-то разные представления вот на почве разницы представлений начинают пытаться там не знаю обращать в свою религию настаивать на том что их представления самые правильные а вот эти представления неправильные вот это весь этот вся эта драма выливается в реальный конфликт и в войну даже. Например, религиозные войны могут быть. То же самое могут быть какие-то другие войны. Одни во что-то верят и силой, насилием пытаются навязать это другим. Свою веру, свою правду пытаются навязать другим. Вот вам, пожалуйста, конфликт. Перенесите это в семью. Всё то же самое. Муж верит в одно, жена верит в другое. Каждый пытается добиться, чтобы тот другой верил в то же самое. А я тебе говорю, тебе вообще не надо верить. Не надо верить. Тебе надо быть разумным, видеть факты и откликаться от фактов. Вот что тебе надо, прокачать способность пробуждения. Тебе нужно жить от момента. И опираться не на идеи, не на какие идеи, а на свои чувства, на то, как идёт, на факты жизни, на реальные какие-то ситуации. И быть гибким, иметь гибкое мышление. Не западать в какие-то идеи, не фиксироваться жёстко. Иметь гибкий, подвижный ум, который ни во что не верит. Это называется уже разум. И уметь договариваться, да. Понимаешь? Договариваться, сонастраиваться, иначе говоря. Не навязывать, не насиловать никого, а договариваться. Тебе как? А вот так, так, так. А если так? А если так? Искать, как вам вместе хорошо. Так делают разумные люди. А фанатики, они просто верят один в одну идею, другой в другую, и пытаются друг друга переделать под свои идеи. Это называется невежество. Это называется, люди спят в своём уме, в своих идеях, в своих убеждениях. И думают, что ну как бы всё, что не соответствует их идеям, представлениям, убеждениям, это какая-то проблема. А проблемы никакой нету. В мире просто факты, какие-то обстоятельства разные, жизнь очень разная. И с этим всё хорошо. А вот с тем, что у тебя в голове, во что ты веришь, часто вот в этом-то проблема. Что ты веришь в какие-то фиксированные идеи, привык к чему-то. И считаешь, что ты центр Вселенной, и всё должно крутиться вокруг твоих идей, привычек и убеждений. Жизнь немножко по-другому устроена. Ты же сказал, что ты сам формируешь факты своим сознанием. Где это я такое говорил? Ну-ка напомни. Я не говорил. Я говорил, что если ты спишь, если ты спишь в каких-то идеях, то это начинает влиять на твою жизнь и формирует под эти идеи твою реальность. Вот я что говорил. Если ты спишь. Но если ты не спишь в этих идеях, как бы не веришь в них, тогда твоя реальность более гибкая, понимаешь, она иначе формируется. Ты её можешь формировать более глубоким уровнем. Например, не идеями, а чувствами. Чувствами, своим откликом, разумностью какой-то. То есть ты можешь формировать мозгами свою реальность, и это будет жёсткая, конфликтная реальность. А другая реальность, ты больше не живёшь мозгами, живёшь сердцем, например, чувствами. Тогда ты исходишь из реальных фактов. Не из своих идей по поводу этих фактов, а из реальных фактов. Понимаешь? То есть, например, тебе дают какую-то чашку, и она просто чашка. Она, ну, вот просто такая, какая она есть. Понимаешь? Вот просто чашка. А у тебя может быть идея какая-то, или какая-то паранойя, ой, я из прозрачных чашек не пью. Вот у тебя может быть такое убеждение, да? И когда тебе дают эту обычную простую прозрачную чашку, у тебя может возникнуть какое-то, не знаю, какая-то эмоция, какое-то раздражение, что тебе дали эту прозрачную чашку. А никакой проблемы с этой чашкой нет. То есть, если бы ты был здоров психически и пробуждён, ты бы просто её взял, выпил и поставил на место. А если у тебя есть какие-то предубеждения по поводу прозрачных чашек, это совершенно другое. Ты становишься параноиком. У тебя какая-то паранойя по поводу чашек, какие-то мысли, идеи, представления. Поэтому ты больше не воздействуешь, как бы не взаимодействуешь, точнее, с реальной чашкой. Ты смотришь на чашку через свои мозги, через свои убеждения и видишь проблемы там, где их нет. Понимаешь? Ты начинаешь видеть проблемы там, где их нет. Вот это, а то, о чём мы говорим, это матрица. То есть, у тебя в башке какие-то идеи сформировались, ты их не распознаёшь, что они выскакивают, воспринимаешь это как самого себя и через них пытаешься, да, как через призму смотреть на мир. Выход понять, я тебе говорю, выход осознать и понять, что происходит в этот момент. Всё лучше начать понимать, где ты, где твоя разумность, где факты, а где твоя эта драма просто ментальная. Бороться? А как ты можешь с этим бороться? Нет, ты не можешь бороться. Ты можешь понять, осознать, что происходит. Когда тебе дали эту чашку, у тебя выскочила какая-то хрень на эту чашку, ты можешь распознать, а, так это просто какая-то идея по поводу чашек. А с чашкой ты можешь посмотреть на чашку и увидеть, да, блин, прикольная чашка как бы, да, то есть оставить свои мысли в стороне и просто взаимодействовать с фактами. Можно ли этот подход применить к достижению цели? В смысле, что именно? Цель – это тоже мысль какая-то. Вот ты там что-то себе представил, цель поставил себе. Так, сейчас. Вот ты поставил себе цель. Это что? Это же просто мысль. Ты можешь взаимодействовать с этой мыслью гибко. То есть ты можешь гибко, ну это просто мысль, да, есть такие намётки по поводу будущего. Можешь двигаться к этой цели. Но если что-то не получается, совсем у тебя не идёт, ну отпустил это и всё. То есть ты не драматизируешь. Но если ты сильно веришь в цель, всё, понимаешь, как бы. Если ты слишком поверил, запал в эту мысль, придал ей особую значимость, то всё. Так, сейчас мы почистим красавчиков наших. Что ещё кто-то хочет в бан? Напишите что-то. Управим вас. Так что всё дело в голове и в твоей осознанности к голове. То есть, во-первых, чем голова забита, во-вторых, насколько ты распознаёшь этот процесс и насколько ты свободен от своей головы, насколько ты способен распознавать эти вещи. Не подменять свою реальность мыслями и не вызывать драматизацию из-за этого. Потому что в реальности что-то идёт не так, как ты привык представлять или думать. И всё. В этот момент, если ты не распознал, что факты – это факты, а мысли – это мысли, ты можешь, например, повестись на свои мысли и начать бороться с фактами. А какой смысл? Понимаешь, какой смысл? Факты – это всегда факты. Вот что-то к тебе пришло, ну оно уже пришло. То есть, первая позиция, ну ты просто это видишь, что это уже факт. Это уже такое приятие. А потом ты уже разумно смотришь, что можно с этим сделать. Там как-то можно прооперировать с этим фактом. То есть, если он подлежит изменению, можно его изменить. А если не подлежит, ну просто оставляешь его. Ну сейчас не можешь ты поменять. А если у тебя есть чёткое представление, как всё должно быть и как правильно, и ты через него смотришь на факт, то всё, у тебя возникает драма, конфликт. Факты не соответствуют с твоими представлениями в уме. Тогда это порождает как бы претензию к жизни. То есть, блин, ну как эти факты посмели прийти ко мне в жизнь, да? Да это не важно уже, посмели, не посмели. Они уже здесь. Да большая часть людей такие. Они живут в голове. Они просто постоянно живут в мыслях, накладывают их на реальность, всё время видят, что где-то не соответствует, и у них драма, драма, конфликт, конфликт, претензии, борьба. Борьба за то, чтобы всё соответствовало их мышлению. Это и есть матрица. А ты можешь распознать этот процесс. Это распознавание, всё лучшее распознавание этого процесса, и понимание, что происходит. Это и есть выход. Выход – это проснуться из этой драматизации, которая, по сути, есть просто бурное воображение, которое вами наделено особой верой и значимостью. Так, ладно, у меня уже заканчивается батарейка на телефоне, поэтому будем завершать нашу трансляцию. Вот кто только пришёл, смотрите в записи. Спасибо, что вы были. Приходите ещё, если вам понравилось. И поймите, что всё в ваших руках, вы всё можете изменить, только важно понять вообще, что происходит и почему происходит в вашей жизни. Не надо искать виноватых вокруг. Дело не в том, что вокруг. Дело в том, что у вас в голове, как вы к этому относитесь. И, в принципе, вы свободны выбирать то или другое в достаточно высокой степени. Просто до этого надо дозреть, дойти постепенно. Ну всё, давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok